Музыка Каждое новое поколение как бы прочитывает заново свою историю, историю своей страны и в этом отношении история как процесс имеет открытый характер. Кстати, как и научные мысли. Нужно все-таки отдать должное тому, что история Великого Октября занимала очень важное место в нашей академической мысли, в нашей науке. Вот эта преемственность, которую мы получили, и последние, особенно по наработке последних двух десятилетий, огромная масса новых архивов, выдающихся труды, которые написали уже нынешние поколения. И в этом отношении, я думаю, что юбилей столетний даст такой очень мощный толчок. Мы уже проводили ряд сессий, но это, наверное, самые крупные конференции сегодня. Революция – это не только разрыв, но это и преемственность. И здесь уже в отношении науки я сказал, но и в отношении оценки самого процесса. Я вспомнил свою бабушку покойную, когда я был школьником, студентом, изучал Великое Октябрь как начало новой эпохи всемирно-исторического процесса. А она все время говорила, да это было до переворота, да это было после переворота. Для нее 17-й год был просто таким рутинным на Урале, в маленьком городке, событием, которое она называла переворотом. Конечно, преемственность здесь имеет место, так же, как и советский народ был продолжением исторического российского народа. И очень многие ценности, очень многие процессы, которые были в целом по стране, они остались с нами и остаются. И это очень важно. Второй момент – это непредвиденность или стахастика в историческом процессе. Когда случается революция? По каким причинам? И здесь мы, наверное, должны сегодня задуматься и как-то осмыслить по-новому. Ну, во-первых, роль массовых настроений, насколько это связано, скажем, с экономикой. Или же, наоборот, может быть, даже иногда улучшение, но перегрузка переменами, социальными переменами общества, может вызывать определенные негативные настроения, которые могут быть мобилизованы, тем более с современными техниками, флешмобными различными технологиями. И вот эта роль движения таких массовых настроений – одна из интереснейших тем, которые мы на опыте 2017 года, наверное, должны обратить внимание. Второй или третий момент – это качество лидеров и управления. Все-таки порядок первичный по отношению к форме, в которой он осуществляется. И роль государства, роль власти чрезвычайно важна, имеет ключевую роль в организации общества с момента, так сказать, появления свестфальского мира, с появления национального государства. В этом отношении вот этот кризис власти, который мы пережили в 20-м столетии дважды, делает для нас таким очень важным вызовом изучения, что такое качество управления, какие процедуры, в том числе и организации власти, гарантии от злоупотребления власти, и в то же время достаточная эффективность в управлении сложными большими обществами, каким является Россия, была Российская империя СССР и сегодня Российская Федерация, это еще один из очень важных моментов, которые в связи с этим событием мы следует обратить внимание. И последнее, что я бы хотел сказать, как бы там ни было, продолжается, история продолжается, и мысли продолжаются, и дебаты будут, но все-таки, мне кажется, если бы в этом году в нашей стране появился какой-то мощный памятник, какая-то мощная акция, которая бы зафиксировала память о революции, о гражданской войне, о тех жертвах, драмах, трагедиях и в то же время и достижениях, это было бы, наверное, очень здорово. Я знаю, что такие планы есть, и дай Бог, чтобы они реализовались. Продолжение следует...